Прошлый сезон сложился необычно и скомканно. Из-за пандемии соревнования были приостановлены. Самарские баскетболисты соскучились по игре и с еще большей отдачей вложились в возобновленном турнире. После победы в Кубке страны мужская команда стала чемпионом Суперлиги. Теперь цель – поднять планку выше и заиграть в Единой Лиге ВТБ. Надеюсь, когда арена достроится, нас примут в Лигу. Мы будем соответствовать всем требованиям и Самара будет играть в баскетбол на самом лучшем уровне в России. У девушек серебро чемпионата, которое на вес золота. Команда была создана всего два года назад и за такое короткое время стала сильным сыгранным коллективом. В принципе, удачный сезон. Кто когда кого ругал за серебро? Это не четвертое, не десятое место. Конечно, не то, что мы хотели. Хотелось бы золото, но это максимальная наша задача. Юношеская и молодежная команды также провели сезон на привычно высоком уровне. В структуре клуба появились мужская и женские команды по баскетболу 3 на 3. Самарская область является одним из центров развития этого олимпийского вида спорта. Здесь ежегодно проходит фестиваль юночного баскетбола «Самара Опен». Те площадки, которые мы строим с помощью правительства Самарской области, они заполняются всегда. Они заполняются мальчишками, они заполняются ветеранами, они заполняются теми, кто любит баскетбол. За последние годы при активной поддержке губернатора Дмитрия Азарова удалось сделать немало для развития баскетбола в регионе. Проводятся детские турниры, финалы первенств России среди мужских и женских ветеранских команд. В регионе строятся и реконструируются баскетбольные площадки и залы, что дает возможность молодым игрокам поступательно развиваться и выходить на новый уровень. У нас обеспечивают правильную пирамиду подпитки главных команд, мужских и женских, из воспитанников самарского баскетбола. Знаете, я отдельно хочу поблагодарить ребят и девчат, которые приехали к нам из других регионов, из других стран, которые достойно защищают честь баскетбола самарского. Спасибо вам! Руководство клуба в свою очередь вручило Дмитрию Азарову, как самому преданному болельщику команды, золотую медаль победителей Суперлиги. Впереди новый сезон, а пока чемпионский кубок остается у волжан. Светлана Стрябкова, Сергей Павлов, Алексей Вельмискин. Новости губернии.